Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем наш разговор о полуфинале Кубка России между Санкт-Петербургским Зенитом и Московским Спартаком. Эта встреча закончилась победой Санкт-Петербургцев со счетом 2-1, которые в итоге прошли финальный матч Российского Кубка. И хотелось бы отметить, что после встречи появилась такая любопытная цитата, что это была игра учителей и учеников. И в связи с этим я решил провести небольшой эксперимент и изучить персонально всех футболистов, которые участвовали в данной встрече. Ну и провели более-менее серьезные отрезки игрового времени, потому что тот же самый Сутарми, ну, сами понимаете, он сыграл здесь не так много. И в связи с этим я решил немножко исполнить роль Александра Бубнова и подсчитать технико-тактические действия, совершенные в этой встрече. Ну и, соответственно, прооставить всем оценки. Кстати, если вы вдруг не знаете, у Александра Бубнова сейчас есть проблемы со здоровьем. Они не связаны с психикой, как сейчас якобы появились вот разные слухи. Они связаны, к сожалению, с одной очень страшной болезнью. Поэтому от себя хотел бы пожелать здоровья Александру Викторовичу и пожелать терпения его родственникам. Надеюсь, что он в ближайшее время вернется полноценно в нашу спортивную медийную жизнь. И хочется вообще, чтобы этот человек подольше был с нами. Ну, а пока Александр Бубнов выздоравливает, как мы все надеемся, я тут провел, так скажем, сеанс высчитывания технико-тактических действий. Это только за первый тайм мои подсчеты. Скажу вам, работа, конечно, сумасшедшая. Поэтому еще раз респект Александру Бубнову, что он выполнял подобную функцию в нашем спортивном пространстве. Ну, и сейчас я подсчитал все это, зачитаю вам свои результаты подсчета технико-тактических действий и процента брака. Ну, и выставлю всем оценки по десятибальной шкале. Давайте, поехали, посмотрим, насколько удачным будет этот эксперимент. Друзья, многие из вас, скорее всего, как и я, любят спорт. А что, если я скажу вам, что на этом можно еще и неплохо заработать? Я недавно наткнулся на очень интересный телеграм-канал FloraBet с бесплатными прогнозами на спорт. В нем ребята каждый день публикуют бесплатные прогнозы на спортивные мероприятия. Никаких договорных матчей, раскруток счетов, только стопроцентная аналитика каждой встречи. Если вас заинтересовал данный телеграм-канал, ссылочку на этих клевых ребят я оставлю в описании. Переходите и начинайте зарабатывать уже сегодня. Ну и давайте начнем с «Зенита», с хозяев поля, ну и, собственно, с победителей. Михаил Киржаков получает оценку 7 по десятибальной шкале. Я не стал подсчитывать его ТТД, потому что для вратаря это не так важно. Куда важнее, что Киржаков не допускал ошибок, играл стабильно, надежно, хладнокровно. Чувствовалась в нем какая-то внутренняя уверенность в своих силах, которой периодически нет у того же самого Лунева. И великолепно, вот нужно отметить, великолепно Киржаков отработал на выходах. Очень много навесов было у «Спартака», были стандарты, и в большинстве случаев Киржаков действовал отлично. В пропущенном мяче он не виноват. Касательно защитников. Начинаем с «Караваева». 47 техник тактических действий, 17% брака. Оценка 5 по десятибальной шкале. Почему так низко? Ну, во-первых, хотелось бы отметить, что «Караваев» частенько терял мяч в атаке и часто ошибался в передачах. Также хотелось бы отметить, что гол был забит из его зоны. Здесь его перевесел Соболев. И понятное дело, что Соболев куда выше. И здесь скорее претензии ко всей защите «Зенита». Почему так получилось, что против мощного нападающего играет не самый высокий защитник. Но, с другой стороны, возможно и «Караваев» мог действовать немножко иначе. Плюс к этому хотелось бы отметить, что «Караваев» периодически ошибался на своем фланге, на своей позиции. Айртон несколько раз от него уходил. При этом хотелось бы напомнить, что Айртон желтую карточку получил как раз-таки во время рывка «Караваева». Поэтому здесь Вячеслав в каком-то смысле взял реванш у бразильца. Но по большей части, если брать дуэль этих двух крайних защитников, «Спартаковец» на этой позиции, «Спартаковский левый защитник», был интереснее, чем правый защитник «Зенита». Бронислав Иванович, 71 ТТД, 8% брака, оценка 6 по 10-бальной шкале. В принципе, достаточно качественная встреча была от Бронислава. Несколько раз он был хорош на стандартах у своих ворот, несколько раз был неплох у чужих. Хотелось бы отметить, что один из провальных моментов «Зенита» в обороне, когда Айртон несся в атаку, именно он накрыл своим тактическим фолом, закрыв здесь как раз-таки прорыв бразильца. Поэтому на подстраховке он был неплох, в принципе, справлялся с своими задачами, оценка 6. Ярослав Ракицкий, опять же, оценка 6 по 10-бальной шкале, больше ТТД у него, чем у Ивановича 83, ну и больше процент брака 14. Но критиковать его за высокий процент не стоит, потому что мы знаем, Ярослав Ракицкий отдает много дальних передач, он всегда обострять пытается, он много отдает передач вперед, в атаку, он, в общем-то, мастер первого пасса, и в этой встрече по большей части он занимался реальными обострениями из центральной зоны защиты. Следующий защитник – это Жирков. 80 ТТД, 15% брака, оценка 7. Хотелось бы отметить, что Жирков был одним из ключевых исполнителей «Зенита» в этой встрече, особенно в первом тайме. Практически все атаки санкт-петербуржцев строились через его бровку, и чувствовалось, что Жирков, несмотря на возраст и то, что это конец сезона, находится в неплохой физической форме. Через него строилась значительная часть атак «Зенита». В общем, было ощущение, что для него матч против «Спартака» действительно особый, ну, в конце концов, экс-армеец. С другой стороны, нужно отметить, что забитый мяч Бакаева-Соболева, когда Бакаев выполнил навес, а Соболев замкнул, он был забит именно с позиции Жиркова. Здесь я считаю, что в первую очередь виноват все-таки не Юрий Жирков. Тут, скажем так, системная ошибка «Зенита», наверное, была. Но так или иначе, это все произошло на его позиции, так что поставить оценку выше я не могу. Хотя Жирков, повторю, был очень полезен в атаке, через него строилась большая часть комбинации, через него «Зенит» во многом доминировал в этой встрече на своей позиции, поэтому здесь он бы мог получить и выше оценку, но, опять же, мяч пришел с его позиции. Если брать центральных афбеков, кстати, у меня по ходу встречи периодически возникала путаница, потому что на общем плане Дуглас Сантос и Бариус немножко все-таки похожи по понятным причинам. Оба, так скажем, латиноамериканцы играют на смежных позициях опорников. Так вот, обоим опорникам, и Бариусу, и Сантосу, я поставил оценку 6. У Бариуса 48 ттд, 8% брака, у Дугласа Сантоса 40 ттд, 15% брака. То есть у Дугласа побольше ошибок, но мы должны понимать, что Бариус по ходу этой встречи играл куда глубже. Вот это традиционная тема для «Зенита», когда Вильмар опускается на позицию фактически третьего центрального защитника, чтобы позволить второму опорнику выше подниматься и больше подключаться к атакам. Поэтому да, у Бариуса больше правильных ттд, безошибочных, у него в принципе больше ттд, у него меньше процент брака, но оценка одна и та же, потому что Дуглас больше обострял. Ну и поэтому Дуглас провел меньше минут, потому что его заменил Асдольф. Касательно того, что вот его сняли с игры, ну я не думаю, что это связано с плохими действиями. Сантоса, в принципе, он был неплох. Хорошая и качественная игра от этого универсала, который в очередной раз показал, что он может играть не только слева в обороне, но и в опорной зоне. Еще один бразилец – это Малком. Оценка 7, 48 ттд, 16% брака. Ну, собственно говоря, забитый мяч «Зенита», в итоге победный второй, был как раз его заслугой. Фантастический проход, ушел от всех и вся. Ну и в принципе, Малком был достаточно активен, пытался бить по воротам, пытался выходить на ударные позиции, смещаясь в центр, много перемещался по полю, появлялся и справа на своей основной позиции, и слева, откуда он в итоге отдал голевую передачу. В общем, зачет Малкома. Кузяев, 8, оценка 8, 61 ттд, 10% брака. Забил мяч победный, очень важно, но ключевой момент не это, а то, какой объем работы он выполнил. Очень много отборов, очень много перехватов. Он великолепно разгонял атаки, очень толково действовал на обострение. В целом, Кузяев, один из лучших футболистов этой встречи. Иронично, что не так давно были слухи, дескать, Кузяев может перейти как раз-таки в московский «Спартак». Не знаю, перед новыми работодателями пытается показать себя. Ну, может быть. Хотя у меня есть ощущение, что после таких матчей Кузяев, скорее всего, получит новый контракт в «Зените». Напомню, что на данный момент у него истекающее соглашение. Артем Дзюба, 54 ТТД, 30% брака, оценка 7. Забил пенальти, забил холоднокровно, при этом достаточно хорошо обострял, выполнял свою традиционную для последних сезонов функцию блуждающего форварда-плеймейкера, который много и хорошо обостряет передачами, который стремится найти своих партнеров по команде. Стремился достаточно качественно работать на втором этаже, выиграл несколько верховых единоборств, но в целом на втором этаже, наверное, Спартак его худо-бедно сдерживал, хотя несколько неплохих моментов здесь все-таки возникло, в том числе, когда Дзюба смог перевести того же самого Джики. Но обозначить свое давление он так или иначе сумел, оказывал давление на штрафную площадь соперника, обострял, выполнял свои функции, забил мяч. В целом, хорошая игра от Дзюба, хотя процент брака высокий. Азмун, 29% брака, почти такой же процент, как у Дзюбы, 41% ТТД, меньше, чем у Артема. Ну и при этом хотелось бы отметить, что формально результативными действиями он не отметился, но именно он заработал 11-метровый, с которого забил Артем Дзюба, поэтому здесь, несомненно, тоже можно записать ему в плюсик данную встречу. Ну и, в принципе, Азмун в первом тайме был очень активен, создал моменты, был все время на острие, а во втором как-то немножко под закис. Что касается Спартака, 8 из 10, оценка Максименко. Несколько потрясающих сейвов, великолепный матч, на мой взгляд, с точки зрения вратарского искусства, в пропущенных мячах, конечно, не виноват. Пенальти, ну, сами понимаете, расстрел в упор. В эпизоде со вторым забитым мячом здесь Максименко был бессилен. Айртон, левый латераль Спартака, 6, оценка по 10-бальной шкале, 48 ТТД, 25% брака. Много брака, очень много. Каждое четвертое действие в никуда получается. Это и передачи, и неудачные навесы, и все остальное. Но при этом обратите внимание, что он посадил на желтую карточку Кузяева, Аздоева, ну, так скажем, спровоцировал этих футболистов на получение желтых. И был достаточно активен. Несколько его проходов были весьма перспективны. Но у Зенита неплохо работала подстраховка. Тот же самый Иванович, как я отметил, лучший прорыв Айртона смог остановить. Там Айртон, как колобок, ушел от одного другого, но от Ивановича не ушел. Там тактический фол, и в результате здесь прорыв был закрыт. Гапонов. Оценка 3 по 10-бальной шкале, 27 ТТД, 18% брака. Ну, что здесь можно сказать. Привез пенальти в эпизоде с Азмуном. Малком от него ушел. В эпизоде со вторым забитым мячом там тоже ошибка Гапонова. И в целом его позиция провисала. Во втором тайме его сняли с игры. На позицию правого центробека перевели Маслова. На правый фланг вышел рассказов. Это как бы показатель того, что Гапонов явно выпал из игры. Рановато, наверное, молодому футболисту выходить против таких соперников, как Зенит. Георгий Джики. Оценка 5 по 10-бальной шкале, 54 ТТД, 11% брака. Георгий боролся, бился, был заметен, готов был схватиться с любым футболистом Зенита в драке. Были боевые эпизоды с его участием, но в защите был не идеален. Дзюба в одной из ситуаций был обязан забираться со второго этажа, где он смог выиграть борьбу у Джики. Поэтому здесь не идеальная встреча для одного из лидеров красно-белого клуба. Самой Джигу. Оценка 6. 42 ТТД, 9% брака. Неплохой матч, кстати, провел Сэм. Достаточно толково здесь отработал в защите со своими огорехами. Отчасти, возможно, есть претензии к нему. По второму забитому мячу, потому что там во многом из его зоны Кузяев забивал. Но при этом Джигу забил мяч, пускай и не засчитанный, но это все равно идет ему в актив. Пытался помогать в атаке в том же самом втором тайме. В принципе, отыграл, как мне кажется, неплохо. Маслов. Оценка 4 по 10-бальной шкале, 46 ТТД, 26% брака. Так же, как и Гапонов, этот молодой защитник провел слабую встречу, много ошибок. Голевая атака Малкома во многом из его зоны, так скажем, пришла. Ну и при этом хотелось бы отметить, что во втором тайме, когда Маслова перевели на позицию центрального защитника, там, как мне кажется, он был несколько интереснее, чем на правом фланге защиты. Вот на фланге он как-то затерялся, там был момент, когда Дзюба, причем его оттеснил от мяча и легко отнял снаряд. А вот в центре, ну как-то, не знаю, поуместнее он что ли оказался, мне так кажется. Ну или, возможно, Зенит уже немножко подустал к тому моменту и не оказал такого давления, как в первом тайме. Ну, может быть так. Наэль Умяров, оценка 5 по 10-бальной шкале, 40 ТТД, 12,5% брака. Что здесь можно сказать? Был достаточно интересен в розыгрыше, неплохо периодически обострял из центральной оси, выдавал передачи на фланги, вперед, при этом неплохо исполнял стандарты, это нужно отметить. Один из них закончился взятим ворот того самого Жиго, незасчитанным, но при этом стандарты, вот он периодически был опасен, но при этом, конечно, нужно отметить, что Умяров не лучшим образом действовал в опорной зоне, были ситуации, когда именно из его, скажем так, зоны ответственности наносились дальние удары Зенита, достаточно опасные, Азмун создал хороший момент, уйдя от Умярова, в общем, здесь есть претензии по оборонительной составляющей. Крал, оценка 5 по 10-бальной шкале, 38 ТТД, 10% брака. Ну, что если можно сказать, Крал был не самым заметным футболистом, хотя во втором тайме он активно подключался к атакам, видимо, пытался за счет физики создать моменты, бил издали в том числе, пытался со второго этажа угрожать воротам соперника, каких-то страшных косяков, за ним я не припомню, если честно, в этом матче, но и особо он не выделился, и в целом, как я уже сказал, опорная зона Спартака, наверное, оказалась не лучшей позицией красно-белых в этом матче. Зелимхан Бакаев, оценка 7 по 10-бальной шкале, 36 ТТД, 16% брака. Что есть нужно отметить? Голевая передача посадил на желтые карточки обоих опорников и Бариуса, и Дугласа Сантоса, и в целом был очень заметен, неплохо разгонял атаки, чувствуется, что все-таки худо-бедно набирает он форму после коронавируса и после того, как он был выбит из тренировочного ритма. При этом, второй тайм Бакаев провел куда хуже, поэтому оценка 7. Соболев, оценка 9 по 10-бальной шкале, 40 ТТД, 25% брака. Лучший игрок матча, на мой взгляд. Почему? Забитый гол, голевая скидка на Жиго, да, гол отмененный, конечно же, это нужно учитывать, но Соболев ведь в тот момент, когда делал скидку, он не мог там высчитывать миллиметры, то есть свою задачу сделать скидку на партнера он выполнил, то есть здесь фактически для себя Соболев может записать плюсик, причем очень жирный плюсик, он вывел партнера на голевую позицию, ну и два заработанных пенальти, которые были отменены. Касательно Айртона, я вот не стал упоминать в плюс Айртону, что он заработал пенальти, потому что там, я считаю, 50-50, там могли не назначать. А вот что касается двух пенальти с Соболевым, ну здесь, на мой вкус, как раз таки, есть повод говорить, что действительно нарушения были. И поэтому, кстати, еще одна причина, почему я Жиркову не поставил оценку выше, чем 7-0, в том числе и потому, что он здесь завалил Соболева, и там могли ставить пенальти. Ларсон, оценка 5 по 10-бальной шкале, 24 ТТД, 50% брака, очень высокий процент, каждое второе действие в никуда, много ошибок, но поэтому смог посадить Ракицкого на желтую карточку, нанес неплохой дальний удар, правда, мимо, ну и, как мне кажется, не лучший матч для Ларсона, возможно, потому что ему не дали разогнаться. Зенит очень плотно и очень надежно его опекал, в результате здесь отсутствие понция ощущалось достаточно серьезно. Ну и Рассказов, вышедший на замену, оценка 6, 30 ТТД, 16% брака, неплохо появился со скамейки, отметился неплохими навесами на Тила и Соболева, и, в принципе, с ним на правом фланге команда стала сбалансированной, потому что Маслов мало активничал в атаке, был во многом бесполезен, впереди рассказов оказался куда интереснее. Ну что ж, таково мое мнение, таковы мои оценки. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение, ставьте лайк, если видео понравилось, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал, и следите за обновлениями на нашем втором канале, он посвящен кино и сериалам, ссылка в описании, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео, ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово, в описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька, если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий, только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok,